Приветствую вас дорогие зрители на канале Михалыч Топи Геймс. Мы на аккаунте Бухалыча набиваем угрозу нападения для того, чтобы на нас все больше и чаще ходили рейдеры, ну и у нас появлялись антирейды, халявные рейды. Итак, мы на базе Survival Girl, ну короче походу кто-то писал, но там одна буква стоит, ну вроде неправильно. Итак, у нас тут база огроменная, я уже заранее знаю, что на базе мега топовый лут, но по-моему нужно его еще найти, где он находится, это конечно задача. Взрывать я не знаю, вот будем или вот сюда, может быть вот этот вольер будет барьером между мной и зомби, я взял с собой два заряда С4, надеюсь больше мне не понадобится, блин, не понадобится или понадобится еще мне сихи. Короче, вот Валкам коврик, давайте наверное все-таки рубанем, кстати в окна будем, нужно было в окно конечно взрывать, ну ладно. Чекс, вот так, вот ребят у нас вот такие вот ящички, и давайте сразу в них и заглянем. Через одного или в каждый, я даже не знаю, давайте сначала через одного, попробуем может быть дальше рубиться. Итак, ну вроде зомбята прибегут, давайте, ну зомбята. У меня без глушака глоки, о, этот хоть с глушаком ребят, хух, что-то у меня вообще как так-то, блин, я посмотрел что с модулями, да и взял. А, видите, это мой, а это тот, которого вбиваю я с привала в дороге, ну ладно. Так, первый ящик, ничего сверх особенного, здесь бензин и мачете, кстати есть еда. Я попробую открыть все вот эти ящики. Опа-на, неплохо, есть кувалда и есть, да, теплый сет, части теплого сета. Надеюсь, что дальше мы найдем недостающие части сета. Возьмем также усиленный сетик. Ну и мясо можно набрать, чтобы вот прямо до отвала, прямо вот, чтобы, ну правда я максималочку захавал мясо для того, чтобы, ну вообще подкрепился под максималку, чтобы не хотеть ни пить, ни жрать. Так, 4 глока, уже как бы совсем неплохо. 43 шума, чекаем дальше. 26 зеленых, 2 красных. 2 красных берем, а зеленые, ну вроде бы пока что не берем. Если что, будем мачете отбиваться, потому что шум поднимать глоком без глушителя вообще не хотелось. Лучше открыть какой-то лишний ящичек. У нас здесь довольно-таки база еще большая, я только начал рейдить. Я вижу, там вообще есть еще куда рубиться. Ага. Ничего такого сверхкрутового, но в принципе глоки это уже неплохо. Не знаю, не знаю, ребят. Я попробую, наверное. Опа, надо, ладно. Да, сигнальная ракетница М16, есть стальные пластины и бинты. Вроде бы у пацана, то есть не бинты, а даже большие аптеки. Вроде бы у пацана все хорошо, но он тоже разбрасывает лут во все ящики подряд. Смотрите, бензин, мачете, калаши, все, ребят, то, что только... Опа-на, ну надеюсь мне глока хватит, и мы не будем драться все-таки мачетой. Хотя главное убрать этих бегунов, противников самых главных наших. А остальных можно будет и порубить. Ну вот, сейчас попробуем порубиться. Так, пока долбите стену. Я думаю, мачете. Мачете, настало твое время, то есть довольно-таки неплохое оружие. Я даже, даже не вспотел. Если честно, только-только начал, и уже нужно заканчивать. Так, ну вроде бы все, сказали бы вы, но нет, нужно еще подыскать лут, такой же лут в остальных ящиках. Хотелось бы тоже слиться, ну надеюсь, что здесь еще есть ящики. Так, сишечка, ну пока что я надеюсь, ее тоже не нужно будет. Есть ракетница, есть четыре у нас глока. Так, поехали дальше. В надежде искать, как говорится, клад. Рубиться сюда буду? Ну давайте попробуем рубануть сюда. Если ничего не получится, то обойду и рубану с обратной стороны. Ну, вроде бы, не знаю, не знаю. Обойду-ка я, обойду-ка я и с другой стороны рубану. Тут вообще все в окнах такое прикольное. Ну, база строилась на ура. То есть, АТВ-ха, кстати, в каком состоянии АТВ? Собирает ли этот парень АТВ? Ребята, знакомы ли вы с рецептом новым, который нужен для АТВ-хи? Да ладно, собирает, довольно-таки активно собирает. Не хватает совсем немного, да, частей двигателя. Ну, в принципе, части двигателя и есть самый ценный такой вот ресурс, за которым нужно попотеть, побегать, полутать. Короче, много чего нужно. Так, что там есть? Там есть ящички, я уже заметил. Поэтому рубимся прямо вот сюда. Надеюсь, что все-таки... Ну, что надеяться? Нужно действовать. Угу, угу, угу. Какой из них открывать, ребят? Это просто жесть. Так. Ну, давайте, айники-байники, ели вареники. Я вот этот напротив окна открою. Ой-ой-ой, хорош, да ладно. Смотрите, есть еще одна аптечка. Глок, дробовик, топор, бревна. То есть, дубовые досточки. Так, дубовые бревна. Я понимаю, что можно было бы и слиться на подобной базе. А для чего мы это делаем? Чтобы весь лут, который в чопере, у нас появился уже дома. Поэтому сделаем все-таки такую рокировочку для... Ну, я не знаю, для успеха. Чтобы побольше лута вынести. Я все-таки, хоть у нас там и шума очень мало осталось. Я буду сливаться. Бамс. Увидимся через несколько секунд. И мы уже продолжим наш рейд. Итак, ребят, мы на базе. Мы на месте. У нас теперь свободные чоперы. И все-таки в надежде найти сверх-мега лут. Ну, то есть, может, хоть какой-то лут. Я думаю, лучше брать все. Как бы все, что плохо лежит. Все, что хорошо лежит. Прямо брать просто все. Оно никогда лишним нам не будет. Так. Сразу же заполняем инвентарь. Максимально забираем все, что у нас было. Обратно-таки у нас работа с чопером. То есть, чопер у нас помещается. Кстати, еще одна ячейка, кто не заметил. В прошлом видео у нас добавилась еще одна ячейка. Это тоже, я думаю, неплохое. Результат ежедневный. Я заношу болты, транзисторы. Вот это все, что можно. Баки, вилки. Кстати, вилок у меня уже нет. Подождите, куда я иду? Мы же взорвали с той стороны. Я как бы помню, что сзади. А вот же взрыв прозвучал вот здесь. То есть, теперь нам нужно вскрывать там ящики. Я попробую надбить несколько ящиков. Попробую. Я не знаю, что у нас получится вообще с этим всем. По-моему, еще один ящик мы сможем открыть. Да, чтобы громила у нас не пришел. Чекаем. Что здесь можно взять? Просто ничего. Молоток. На всякий случай. Что здесь? Куча досок. Ну, я думаю, что лучше доски, чем ничего. Поэтому, наверное, все-таки забиваем пока что досками весь инвентарчик. А потом уже будем думать, если что-то приходит нам топовее, обязательно это будем забивать этим. Я смогу, наверное, посмотреть в два ящика. Как минимум. Ну, и постараюсь третий захватить. Странно, конечно. Но... Ничего. Практически ничего. Трава волосня. Рабина, пощади. Дай посмотреть по-братски. Куча кожи и ткани. Я не знаю, можно будет сделать маленькую рокировку. Э-э-э, толстяки, вы мне там не зажимаете-то сильно. Я, как бы, люблю обнимашки, но не до такой степени. Сейчас я попробую рокировочку сделать одну маленькую. Отведем мы как громилу в верхний угол. И все-таки я отправлюсь за тканью, которая там лежит. Вместо достачек заберем ее. Ну, и можно будет и с кожей тоже побаловаться. Мегалодонски долгая загрузка. А ведь мы грузим уже вход в эту базу. Сейчас с помощью спринта я попробую быстрее, чем громила, залететь и вместо достачек взять плотную ткань. Если мне удастся хотя бы несколько, хотя бы парочку стеков заменить. Это будет очень хороший результат. Итак, Run for Life. Громила пока не видно. Блин, 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 блин. Пока что... Есть у меня все шансы. Подождите, я не ховну. Что я делаю, ребят? Что я делаю? Туплю. Все. Больше здесь оставаться нельзя. Во-первых... Ой-ой-ой, ешенки! Идите сюда, блин. Тут я зажал сам себя. А вот теперь мы уходим. Смотрите. Насколько мы тупануть. И, конечно же, ребят... Потеря... Ой-ой-ой, еще обколе терелся. Ого! Чуть не слился. Жесть. Теперь точно уходим. Нам здесь точно уже делать нечего. Фух! Этот рейд мы заканчиваем. Я думаю, очень-таки успешно. Не забывайте, ребят, ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии. Ну и, конечно же, всем удачи, всем пока. И увидимся уже в следующих видео.